Комплексная застройка для комфортной жизни на селе. По инвестиционной программе 2017 года в республике ведется строительство трех объектов сельской компактной жилищной застройки. Для создания благоприятных условий, наращивания человеческого потенциала на селе глава Якутии инициировал строительство трех кварталов по 100 домов в селе Антоновка Нюрбинского района, Петровка Мегина Конголасского района и в селе Сунтар. По концепции эти дома должны быть благоустроенными. Об этих и других программах строительства нового жилья на селе расскажет Оксана Устинова. Квартал Озерный в Намском улусе начал возводиться с 2013 года по госпрограмме «Устойчивое развитие сельских территорий на 42 гектарах». По проекту здесь должно быть 445 домов с приусадебными участками. Из них 80% уже построено и введено. Примечательно, что дома все благоустроенные. В микрорайоне уже обустроено 9 километров дорог с тротуарами, проведены электричество, водопровод и газ. Мы строим дом на средства, полученные по программе «Молодая семья». Это очень нам помогло. Наш дом будет полностью благоустроенным. Хотим успеть и построить гараж, баню. Строительство больших кварталов в районах республики востребовано. Поэтому глава республики внес этот проект в федеральную целевую программу развития села. Их строительство в этом году одновременно началось в Нюрбинском, Сунтарском, Мегино-Кангаласском улусах. В селе Антоновка 10 семей уже справили новоселье. До конца года здесь появится еще 60 домов. В одном из них будет жить и семья Тимофеевых. «Я мечтал о собственном доме с момента создания семьи. В следующем году построю и гараж, и баню. Имеем сына. Вместе с ним посадим дерево». Как свидетельствует статистика, в последние годы миграция с сельской местности сокращается. Этому способствуют условия, создаваемые на селе. А объявленный по республике год благоустройства позволил улучшить не только внешний вид сел, но и инфраструктуру, начать новое строительство и не только. Только за 2016 год в сельской местности было построено 6 детских садов, 8 школ, 6 фельдшерско-акушерских пунктов, 23 котельные, газифицировано, 4 населенных пункта. «Якутия» рассматривает поддержку сельского хозяйства в неразрывной связи с развитием сельских территорий в целом. Основная цель действующей пятилетки – повышение качества жизни в сельской местности. Для этого мы создаем все условия – строим жилье, благоустраиваем сами поселения, строим социальные объекты. Мы постепенно, шаг за шагом, преображаем села, поддерживаем местные инициативы. Вместе с тем, каждый благополучатель должен быть нацелен на рост производства и отдачу. В селе Киачалек Минского района в молодежном квартале в прошлом году отсыпали дороги, провели электроэнергию. Сейчас Роман Атласов достраивает свой дом и мечтает в этом году переехать со своей семьей в новое жилье. Признается, что было бы сложно осилить строительство без господдержки. члены крестьянского хозяйства, которые, используя субсидию по программе Министерства сельского хозяйства, строят новые себе дома. Радует то, что молодежь, молодые семьи остаются в наследии, продолжая дела и традиции служебников села. Аграрный сектор тоже развивается. Так в Амген-Алекминском наследии местности Белькёй строится современный животноводческий комплекс. Наконец-то у нас в Амген-Алекминской ферме началось строительство коровника. Это для коллектива очень. Это их заслуга, всех работников. Ну, конечно, строительство коровника 40 лет ждали нового. И как бы рабочие очень надеются, что в этом году наконец-то будут работать в нормальных условиях труда. Строительство жилых домов, социальных объектов, создание благоприятных условий для будущего поколения всё больше привлекают в село молодых. Теперь они предпочитают после учёбы возвращаться и работать на родной земле. Оксана Устинова, Любовь Васильева, Екатерина Амозова, Елена Фаст, Роман Савин. Якутия. День за днём. День за днём.